В Сирии с раннего утра начался серьезный замес. Информация идет с самого разрозненного свойства и пока трудно понять, с чего все началось. Пока будем отталкиваться от того, что переговоры, которые вела турецкая сторона с россиянами в Москве, начиная с понедельника, в среду зашли в глухой угол. Насколько можно понять, россияне отказались выполнять взятые на себя обязательства и соблюдать 20-километровую буферную зону, которая должна быть создана вдоль всей сухопутной границы Сирии с Турцией. Как всегда, россияне прямо ни от чего не отказываются, но своими действиями показывают, что они вышли из любых договоренностей. Напомним, именно согласие Москвы на создание этой буферной зоны сблизило позиции Москвы и Анкары со всеми вытекающими последствиями. В общем, по итогам переговоров, россияне заявили, что считают себя вправе преследовать террористов даже в зоне ответственности турецких войск и даже если от этого могут пострадать турецкие военные, что уже случилось на прошлой неделе. В свою очередь, турки пообещали ждать до конца месяца, чтобы россияне вывели свои войска за линию разграничения и пообещали жестко ответить на любые попытки российско-асадовских войск продвинуться дальше того места, где они находятся прямо сейчас. Проще говоря, турки заявили, что не станут их трогать до 29 февраля включительно. Поскольку ситуация там достаточно острая и взрывоопасная, Турция четко придерживалась тех договоренностей, которые были достигнуты ранее и того плана, который был объявлен в Москве. Судя по всему, провал вчерашних переговоров стал отправной точкой для продолжения наступления россиян на Идлиб. В ответ войска Турции не просто открыли огонь, а начали контратаку сразу в нескольких направлениях. При этом обе стороны применяют тяжелую артиллерию, в том числе самоходные гаубицы, танки и авиацию. В частности, российские самолеты наносят удары по Аль-Маздар, Дарет-Аль-Иззе. По ряду других населенных пунктов работает артиллерия. В свою очередь, турки тоже валят, не стесняясь, и наносят удары по позициям противника. Несколько часов назад стало известно о том, что удалось отбить населенный пункт Нейроп, где находилась опорная база противника. Сообщают о двух подбитых и одном захваченном танках Т-72 и другой сожженной технике. В этом месте, по первым данным, было уничтожено несколько десятков бойцов противника, пока нет известий о том, кто это были – осадиты, иранцы или россияне. Наверняка эта информация выйдет позже. Насколько можно понять, турки продолжали развивать наступления, но уже известно, что россияне запросили переговоры и прекращение огня. В этом случае туркам надо иметь в виду опыт Украины и четко понимать, что призывы к переговорам у них бывают лишь в одном случае – когда им грозит полный разгром. В такой ситуации можно вести любые переговоры, но не прекращать наступление и уничтожение сил и средств противника, просто чтобы два раза не вставать. Тем более, что одно другому не мешает. Чем больше будут длиться переговоры, тем дальше продвинутся войска. А если они окажутся неудачными, как были накануне, то и не жалко. В общем, ждем развития ситуации.